Продажи атрибутики сейчас в Уфе. Вот это ретро-атрибутики вырастают. Сразу опасный момент Салавата Елаева и гол. Вот это начало. Данил Алалыкин прошивает Дмитрия Шугаева. Салават Елаев выходит вперед. Вот это начали. Руслан Абросимов сбросил скорость. Вот был шайб на синюю линию. Классный перевод. Бросок и гол. Абросимов забивает после передачи Вовченко. Великолепная комбинация Северсталей. Счет становится 1-1. Так, Пилипенко нам показывают крупным планом. Более того, это перехват Салавата Елаева. Пошла атака 2-2. А тут и третьим подключился и бросил и забил нападающий Салавата Елаева Данил Скориков. Как же здорово они разыграли эту шайбу. Ну и завершение тоже не подкачало. Тут нет персональной опеки. Тут важно игрокам Северстали свою зону закрывать. Момент у Гераськина. За ворота не поехал. Вылез все-таки и довел дело до броска. Но Андрей Кореев здесь более выгодную позицию имел. Момент у Северстали. И Кореев вытаскивает. После броска Александра Суворова счет мог поменяться. Ну и давайте отметим, что Северсталь свою атаку в меньшинстве провела. Сейчас все-таки реализует большинство Салават. Данил Башкиров. 3-1. Это ситуация, довольно спорная ситуация, которая в итоге завершилась броском. Каким-то действием в пользу Салавата. Ох, какой гол! Дальний бросок и на патаке как же шикарно сработал Данила Лалыкин. Подставил свою клюшку, переправил шайбу в ворота и сделал счет 4-1. Салават Милаев успевает выстроить оборонку. Вовченко за счет отводки вошел в зону. Там уже встречал его Ярослав Цулыгин. Столкновение в углу и дело до драки дошло. Вовченко против Хмелевского. Остается шайба под контролем Череповчан. Пресс направо переводит, возвращает ему шайбу партнер. Бросок Пресса, гол! Который возвращает Северсталь в игру, который возвращает Надежду. Череповецкой команде Мерфи дважды за эту смену принял шайбу на себя. Причем после хороших, мощных бросков. Можно сказать, из последних сил. Пустым воротом катят Юлаевцы. Передача прошла. Бросок получается. А это значит, что вновь меняются цифры на табло. 5-2. Сергей Шмелев устанавливает окончательный результат в этой встрече. И принимает благодарность и поздравления от своих партнеров. Уфимцы абсолютно заслуженно взяли эту встречу. Я думаю, ни у кого вопросов не вызывает.